Итак, всем добрый день, приятного настроения с прошедшими праздниками, вернемся к трудовым будням и поохотимся. Что в эти дни случилось? В принципе, в целом, если взять западные рынки, они растут, Америка перебивает, S&P постоянно показывает новые максимумы, мы тоже постарались показать определенную свою силу, вышли на уровень выше 1400, пытаемся там закрепиться. Ну, посмотрим, что будет. Нефть облизывает 103 доллара, по крайней мере, цена выше 100 долларов, это уже неплохо. Но, по-моему, на нефть мы особо сейчас не смотрим, то есть 98-105 как-то особо, на мой взгляд, влияние на цену наших акций, влияние, абсолютно нет влияния на ценообразование наших бумаг. Так, поехали. Всем все видно? Всем слышно? Плюсик, если можно. Спасибо, Артур. Так, поехали. Так, пробежимся сейчас быстренько по графику ММВБ, что у нас там случилось. Значит, помните, мы говорили, то есть, интересная ситуация будет в... Да, Роман, сейчас мы посмотрим. Пишите, пожалуйста, в чат себе вопрос. Значит, помните, мы говорили, что по ММВБ интересная ситуация с графиком месяца, то есть, пробьет хайп предыдущего месяца или нет? Хайп предыдущего месяца был 1440... Это апрельский. Майский 1446. Ну, заход наверх был, но пока только заход. Реально, скорее всего, это было закрытие шортов, но в любом случае, просто для себя отмечаем, что рыночек показал свою силу. То есть, в любой момент, в любой момент, просто мы готовы. То есть, быки огрызаются, огрызаются. То есть, просто так вниз не продаешь. Вот. Что у нас тут плохого еще на месяце? Ну, мы видим в любом случае картина... Сейчас мы ее сожмем, как бы сверху посмотрим. Картина, пока мы падаем... Ну, в целом, очень тяжелый уровень будет проходиться и 1440, 1460. Заборов там достаточно много. То есть, реально, чтобы силу показать, нам надо уходить выше 1580. Тогда все поверят в рост. Но это достаточно проблематично на текущий момент времени. Но мы не рынок, думать за него не будем. Посмотрим. Неделя. Что нам на индексе неделя принесла? Неделя, три недели мы неплохо росли. Вот эту неделю мы купили, да? Все, мы росли. Но опять мы уперлись. Опять мы уперлись в этот падающий тренд. Единственное, вот давайте отметим. Вот был угол падающего, мы его пробили. Угол падения, он немножко поменялся. Ну, в принципе, это плюс. Основная борьба будет за уровень 1400... Лоу здесь 1406. Я думаю, борьба будет за уровень 1400. Вот. Ближайшая остановка, если не немножко пойдем, 1380. Ориентируемся на этот уровень. Пока с точки зрения покупок, по бумагам мы еще пробежимся. Каждая бумага живет отдельно. Так, здесь мы уже пробежались. Напоминаю, если кто-то смотрел по масштабам, да, то есть, где живут деньги. Час, два часа, четыре. То есть, час, два часа, четыре. Если у кого-то есть идеи с точки зрения именно жизни денег на масштабе и движения денег на масштабе, ну, сообщайте. То есть, я пока не могу определить, где большее принятие решения. То есть, часовик, двухчасовик или четырехчасовик. Вот. Четырехчасовик, он вот так. Выглядит. То есть, ищем, ищем, ищем. Работаем вместе. Так, Роман, срочный рынок. Срочный рынок. Мы росли, ну, если взять там неделю. То есть, я беру только индекс текущий. Да, три недели мы росли. Хороший выкуп был после пробития хая в апреле, да. То есть, хороший достаточно был импульс. Здесь закрывались шерсты на этом хвосте. Здесь тоже часть шерстов закрылась. Ну, достаточно так, неплохо, неплохо, неплохо. Но неплохо это было неплохо, да. То есть, мы опять уперлись в уровень, мы не дошли уровень 145. Немножко встали здесь на часовом масштабе, да. Хорошо это видно. На текущий момент с точки зрения роста трендик мы уже пробили. Сейчас мы, сейчас я увеличу. Справа протянем. Вот это был прокол. Ну, вернемся, не вернемся. Тяжело сказать. Посмотрим. Двухсотпериодная пока нас держит. Во-первых, достаточно много проторгованных уровней. Давайте посмотрим. Первая попытка была остановиться на уровне 142,800, 143. Далее на уровне 140. 148. Двухсотпериодная. 138,300. Ну, есть, есть, есть. Есть заборчики, когда можно остановиться. В любом случае, или нет, мы перейтируемся на проторгованной горизонтальной уровне. Но возврат будет тоже тяжело. Получается, сейчас, если посмотреть по вот этому тренду, то, чтобы его сломать, надо уйти на 143. Вот, поэтому на текущий момент на срочном рынке объемами не балуемся. Так. Роман, если есть еще вопросы по срочке, спрашивайте. Так, ну что, пробежимся по бумагам. Что нам принесли эти недели? Газпром. Газпром, как мы и помните, мы смотрели, то есть, уровень 125-126, если он пройдет, будет импульс. Импульс состоялся, плюс у него сегодня отсечка. Мы понимаем, что завтра рынок уйдет, не хотим мы этого или не хотим, да. Поэтому пока мы на уровне, таком равновесном уровне. Единственное, что по Газпрому, кто оставляет позиции, надо понимать, принять решение. То есть, Газпром будет, дальше будет у него попытка все-таки вырасти или не будет. Потому что, то есть, дивиденды получить можно, хотелось бы, да, они не очень большие, но все-таки. Это дивиденды, да. Дальше надо определить, будет расти или не будет расти. Давайте посмотрим теперь, все-таки попробуем посмотреть, вероятность роста есть или нет. Ну, пока мы видим, ему тяжело. То есть, по уменьшенному масштабу он все равно упирается где-то ближе к 136. Ну, значит, кто захочет формировать позицию после ГП вниз, завтра после отсечки, да. То есть, ориентируемся где-то на, здесь хейбл 126, где-то на 126 уровень, 126-127. Вот, стоп понятно, да. Стоп мы понимаем, что мы будем стоп рассматривать с 1860. Так, рост нефти. Что у нас на рост нефти? Рост нефти. Месяц. Месяц, пока мы пытаемся сопротивляться. Вот этот уровень, который здесь был достаточно неплох, он выйти за этой неделе, он показал достаточно сильный рост. Во-первых, он немножко освободился от давления дивидендной истории. Первое. Второе. Он освободил, рост нефти освободилось немножко от информационного поля, которое давило на падение. Ну, сейчас он выравнивается. Облизывает 200-периодную среднюю на недельном масштабе. Вот, мы понимаем, да, что немножко здесь вот угол поменялся. Угол наклона меняется. То есть, на дневке это видно. Угол наклона немножко вот пытается поменяться. Ему очень тяжело будет, значит, рост нефти будет очень тяжело проходить. Сейчас мы вот это немножко продлим. Вот, поддержечка у него будет на уровне 217-216. Желание расти у него есть, у этой бумаги. По крайней мере, линейный индикатор пока смотрит вверх. Гистограмма немножко ослабевает. Ну, в целом, неплохо-неплохо. По крайней мере, рост нефть нравится. Мне рост нефть нравится. И тем более, рост нефть есть у нас в чемодане. Вот, куплено по 214 именно на гэпе вниз после отсечки. Вот, ну, в любом случае, рост нефть я пока держу. Стоп я не двигал. Стоп 209-й, цель 234-й. Хотелось бы взять 9,5% от входа. Ну, посмотрим. В любом случае, точно будем двигать стопы. Сейчас немножко эти праздничные дни прошли. Ну, и будем немножко так чуть-чуть поактивнее, поактивнее. Далее, лук-уэлл. По лук-уэлл сделка достаточно неудачная. Сделка неудачная с той точки зрения, что сегодня отсечка по дивидендам. Вот, поэтому хотелось бы ее минимизировать убыток. На текущий момент убыток 0,15 от портфеля на 11,25, да? Стоп 2,068, ну, хочу обратить внимание на следующее. Если вы помните, то есть, по лук-уэллу я заходил по 1800, ну, 1948 сделка. И следующая сделка была повыше. 2,018, но уже чуть большим объемом. Риск по этой бумаге на весь портфель составляет минус 0,3%. Поэтому, даже с учетом того, что сделка неудачная, да, и действительно, то есть, ну, накосяча, 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 надо признавать. Сделка неудачная. За счет того, что я не баловался объемами, мы понимаем, что нам не больно. Поэтому, еще раз хочу подчеркнуть, волшебных входов не бывает. Поэтому для клиентов, которые подписаны на КИД-команду, прошу вас очень внимательно, ну, отнеситесь к объему. Я понимаю, мало, я понимаю, кэшем больше остается, много достаточно остается, но рынок на текущий момент, он такой, что кэш на текущий момент, это, будем считать, задел на будущее. Рынок будет, немножко поменяется, кэш нам понадобится. Если будут потери существенно больше, либо не будет кэша, ну, потрясайте, у вас просто нет маневра. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому очень-очень, так, очень внимательно. Так, с Лукоилом посмотрели. Значит, после отсечки. Лукоил, отсечка сегодня, на ГЭПе покупать, не покупать. И хочется, и колется. Давайте немножко с Лукоилом паузу выдержим. Посмотрим, что у нас с Новотеком. Новотек, это за прошлую неделю, за вот эту майскую неделю с небольшими объемами добежал до этой линии сопротивления, да, то есть мы рисовали плюс-минус. Я понимаю, еще раз подчеркиваю, все каналы, которые рисуются, да, то есть можно рисовать, кто пакнулся, кто использует хвосты. Но в любом случае, это абсолютно не панацея от всех бед. Нет. То есть просто мы понимаем, что вот эти уровни, плюс-минус пару процентов, они достаточно, ну, точнее, не пару, потому что это плюс-минус процент, полтора, да, они достаточно такие важные. Если есть позиция лонговая, то есть желательно было закрыть, ну, по крайней мере, сократить точно. Вот. Пока на графике новотека ничего плохого нет. Мы его выкупили. Кто гланграх, стоп, 297-й, ну, то есть вот у нас получается ООО 299-22, прошлая неделя, 297-й. Я понимаю, что вот здесь вот у многих зацепил стоп, Дальше он вернулся, и очень обидно. Ну, давайте немножко нарисуем другую картину. Вот этих трех свечей нет, туда мы уходим еще вниз, где-то на уровень 250. И вам становится еще хуже. Пример Северсталь. К Северсталь мы еще вернемся. Так, так нефть, опять она борется за уровень, за 210-й уровень. Значит, не знаю, мне не очень нравится. Мне очень нравится. Лонговую позицию я бы сейчас пока, пока, подчеркиваю, пока не рассматривал. Так, что у нас там? Месяц все-таки нам показывают. Ну, неплохо. Если с точки зрения месяца, то где-то надо покупать. То есть мы пробили хайп идущего месяца. Мне не нравится нейтральное положение, нейтральная ситуация. Здесь он вообще находится, почему не нравится отнять по недельному. Он переходит в зону отрицательную, поэтому как-то мне дискомфортно. Для меня это тоже фильтр, то есть переход в отрицательную зону. Для меня это как фильтр того, что объемами, если даже хочется купить, объемами не баловаться. Если шортить, как-то это немножко ближе, да, стоп где-то в районе 215. Дневной посмотреть, значит, у нас по дневному получается раз, два, три, четыре, пять. Пять дней мы показывали, практически у нас рынок был растущий, да, то есть вот эти два дня мы сопротивлялись, но в любом случае мы 10 числа мы вынесли. Сейчас мы его у меня пробили. Если на шорт, это 215 стоп в любом случае. Единственное, что вот от нефти, эту отсечку я не следил, кто знает отсечку от нефти, в чате напиши, пожалуйста. В любом случае посмотрим эту бумагу на шорт, возможно. Пока эти дни, первые два дня, ничего делать я, наверное, не буду, потому что люди возвращаются после праздников, немножко оценивают рынок по-другому, поэтому я никуда не тратюсь. Так, по Распадской, Распадской, помните, дают, беребьют, беги, по-моему, это Алексей Калужский, если я не ошибаюсь, да. Зафиксировались, нет, ну, трудно сказать, что сейчас с ней делать. То, что она слабая, мы видим, да, в любом случае. То, что мы ушли и пробили, показали новый лоу по сравнению с предыдущей недели, да, мы тоже это видим. Ну, то есть слабость есть. Я боюсь, если бы даже была позиция, я не знаю, по какой цене, я бы покупали, но желательно ее закрыть. По крайней мере, часть позиции я бы закрыл, даже если она в убытке. Сургут, нефтегаз, кто-то из слушателей хотел закрыться, не помню, 22.30, пока не дают, у Сургутов сегодня отсечка. Посмотрим. Когда отсечка, это достаточно вещь случайная. И вполне возможно, решение будет приниматься сегодня только после обеда. Так, никель, никель. Начнем с месяца, да, отсечка была, выкупили. Потом произошла отсечка, ну, пока болтаемся на уровне. Ну, достаточно комфортная, кстати, цена покупки никеля, да, 104,470. Ну, в целом, неплохо, по никелю. Сургут, 14 мая, отсечка. А, комбеждатор. Ну, вот, Сургут, спасибо. Сейчас посмотрим, что у нас общать отворится. Так, Сьющер ТС, Роман, мы посмотрели, если есть вопросы, спрашивайте, Артур, что значит срок жизни денег? Не срок жизни денег, я, наверное, неправильно выразился. Это масштаб, где принимаются решения, то есть на том масштабе, где работают более серьезные деньги, более крупные, не спекулятивные составляющие масштаба, да, а именно где более крупные инвесторы принимают решение зайти, либо выйти. То есть масштаб, который определяет стратегическое, ну, не стратегическое, а больше, наверное, а тактическое состояние индекса и бумага. Масштаб тоже очень важен, и он дышит. И деньги перетекают из одного масштаба в другой, с точки зрения принятия решения. Поэтому срок жизни денег, Артур, я ошибся, неправильно выразился. Именно масштаб с точки зрения принятия решения. Так, Татьяна, интересует ТОТ нефть, обычка после отсечки, как упадет на 5%. Все-таки ТОТ нефть мы посмотрели. Татьяна, если будут вопросы, мы в ТОТ нефть вернемся. ГМК, возможно заход за 4,500? Да, ГМК, возможно заход за 4,500. Вероятность есть. Далее, отвечая на вопрос, возможен ли заход на 6,000? Да, возможно. Тоже такая вероятность есть. То есть рынок достаточно, это вероятностный прогноз, да. Мы видим по ГМК, мы посмотрели по ГМК, картинка у нас, мы в горизонтальном канале. Мы понимаем, что если уйдет на 4,407, 4,450, желательно выйти, потому что меняется сама картинка. Она становится уже немножко такой страшноватой с точки зрения покупателей. Поэтому с учетом того, что я работаю только со стопами, да, и стоп у меня не просто с ограничением, а еще с размером позиций, в данном вопросе я бы все равно вышел. Креш на текущий момент при таком рынке, это достаточно ценная вещь, которую надо беречь. Даже с учетом минимизации потерь, подчеркиваю. Так, Роман, 138,200, думаю покупать целью 100,00, слишком низко не уйдет, нет дивергенции надежды. Да, дивера там нету. Сургут отсечка 14 мая, Татьяна, спасибо. Срочку мы посмотрели, уровень 138,200, да, мы посмотрели, да, но единственное, что, Роман, я работаю со стопами, поэтому просто рекомендую. Смотрим, смотрите, когда меняется картинка. К срочному рынку мы еще вернемся. Так, поехали дальше. Ну ладно, сделаем шаг назад. Срочный рынок, 138,200. У нас есть часовой масштаб, да. Если мы видим, что на текущий момент лоу первой часовки получаса был 139,130, здесь практически лоу был точно такой же, да, на 10 пунктиков чуть меньше, а 139,120. Если вы хотите покупать, есть желание покупать, то стоп где-то 138,70. Вы хотите купить на вынос стопов для тех, кто покупает на отскок 138,200, вы ориентируетесь на 200-периодную среду, как я понимаю. Ну, в целом я бы все-таки не привязывался к конкретной цене, а покупал бы на уровне, то есть, когда вот часовик, будет пробитие хая часовика. Тогда стоп понятно где ставит. Если дальше движение рынка будет уходить наверх, стоп они 138,800, 138,900, и достаточно будет комфортно. Ну, и еще раз повторяю, не надо баловаться позициями. Идти до 145 в цель. Если мы уходим до 145, то в этом случае, то есть, у нас достаточно хороший путь вообще к 150. Если все-таки случится, как вы прогнозируете, да, то в любом случае на этом уровне желательно начать позицию закрыть. Татнефть. Татнефть, Татьяна, я в любом случае все-таки разобраться. Я смотрю на шорт. Мне не нравится на недельных масштабах уход линейной магнистрограммы. Это трендовый декадр вниз. Это достаточно консервативный индикатор, но в любом случае он именно отслеживает тренды на долгих масштабах. Менее часто смысла его использовать вообще нет. Так, на чем у нас установились ГМК? ГМК. Да, интересно купить его здесь. Кстати, для ГМК мы понимаем, что, вот обратите внимание, на ГМК есть хвосты, да. То есть кто-то либо попадает на стопы, достаточно крупный пакет, либо просто принимает решение выйти из ГМК. Нижняя часть канала мы видим, да, 4,568. Ну, в любом случае стоп чуть ниже. 4,470 было бы комфортно. Потому что, обратите внимание, если мы уходим вниз, давайте вот еще раз посмотрим, да. Если мы уходим вниз сюда, на этот уровень, то для любителей ГМК, да, мы... 4,780, на 4,330, возможно. И уходим мы на проторгованный уровень в районе 4,100. Дальше у него достаточно много проторгованных уровней. То есть начиная от 3,600, заканчивая 4,200. Ну, проходить будет тяжело. Плюс, давайте учитывать, что все-таки западные рынки растут. И любая цена, которая уходит достаточно вниз, она манит. Она покупателей, она точно покупателей притягивает. Вот. Мы еще раз подчеркиваем, не балуемся объемом. Я, наверное, конечно, уже немножко надоел этой фразой. Но, поверьте, она абсолютно не лишняя. Так, Северсталь. Северсталь добежала до уровня 390. Она пробила, значит, в хай месяце. Ну, в целом, знак хороший. Линейная гистограмма, к сожалению, она пока ниже нуля. Вот. Но мы уже говорили про непосредственные подпугованные уровни. Поэтому пока, пока это была сжата пружина вниз, да, пока эта пружина разжалась, да. В любом случае, вернуться на уровень выше 300, 300, 320, это будет очень тяжело. Значит, то в позиции по Северстали ориентируемся все-таки на стоп. 270, 267-270 рублей. Пока тяжело. Видите, вот по сравнению с этим подвиньем, вот этот отскок, ну, это, честно говоря, особой роли не играет. Подчеркиваю, долгосрочный, это не взгляд, сейчас, не взгляд спекулянта, а взгляд именно долгосрочных вложений, да, минимум где-то полгода. Но относительно долгосрочный, для нашего рынка, обзовем так, где-то минимум полгода. Так, ММК. По ММК отдельно вернемся, да, мы тоже понимаем, что достаточно сильно давили, это заход, это, будем считать, по недельному масштабу, это разжатие пружины наверх. Поэтому, ну, в любом случае, покупка, вернее, 7 рублей, ну, оно достаточно неплохо смотрелось, получилось бы как бы двойное одно. Но не будем гадать, не будем гадать, посмотрим, будем за рынком, да, будем работать так, как показывает рынок. Как чуть-чуть, о чем, что вижу, о том пою. Дневной, если мы обратили внимание, да, то есть, на дневном уровне, то есть, практически, 4 торговых сессии были на ВХЛ, 4-5. Вот, сейчас первый день, когда рынок ушел вниз. Все еще на Америке торгуются в отрицательной зоне, естественно, все боятся. Так, побежали в тагмент. Бежим в чат по вопросикам. Так, соседчики собрались, вопросы. Если у вас есть вопросы, задавайте. Так, что у нас еще интересного? Так, с ИНМК мы разобрались. Урал-Калий, Урал-Калий опять подходит к горизонтальному уровню, где-то по 225. Так, давайте начнем моделировать состава чуть меньше 220. Так, 219, заходим по 225. Риск 274. Так, урал-Калий можно брать порядка 6%, 5-8% от портфира, да? Ну, риск небольшой, но, по крайней мере, не знаю, с точки зрения именно бокового движения, достаточно долгого бокового движения, есть смысл, я думаю, взять. Можно, если мы рассмотрим стоп 220, например, давайте моделировать дальше. 221, то есть у нас риск получается 1,8%, да? И у нас, естественно, тут же меняется объем в достаточно огромную сторону. То есть тут же урал-Калий можно взять уровень 9%. Ну, манит, манит, я подумаю, что сделают с урал-Калием. Вот. В любом случае, риск на сделку 0,6%. Возможно, по урал-Калии я немножко увеличу риск по отдельной бумаге. Поэтому, в любом случае, урал-Калии мы рассматриваем, я не буду даже убирать, урал-Калии мы будем рассматривать на покупку на горизонтальном уровне. Так, поехали дальше. НЛМК. Были вопросы по НЛМК. Достаточно неплохо НЛМК рос в 4 недели. Ну, вот это не берем, это закрытие все-таки стопов. Берем недели, когда уже вот эти последние. На неделе в конце апреля мы видим, не было нового хая. Что за... Надо уже подумать о том, что... Ну, немножко силенок мало, инвесторы начали сомневаться. Здесь пока был выход вниз на майских праздниках. Ну, исключительно за счет того, что не было поддержки. Угол наклона, в любом случае, угол наклона по этой бумаге тоже меняется. Даже если вот сделать еще дополнительно, да, то есть у нас, ну, обзовем, он уже немножко даже чуть-чуть... В общем, бумага интересная. Но она интересная, на мой взгляд, ниже 50, ниже 50 рублей. Вот. Но стоп однозначно ниже 45. Почему стоп ниже 45? Да, то есть просто мы смотрим, да, если мы уходим ниже 45, здесь дальше, то есть 40, 37, 36. Достаточно такая картина. Но опять, есть и другая сторона медали, да. Такие цены манят уже долгосрочных инвесторов. Поэтому на текущий момент достаточно такая на рынке, я думаю, что дилемма, да. Вроде как и цены очень соблазнительные, по некоторым бумагам купить и достаточно держать до конца года, да, минимум. То есть я думаю, что все находятся в сомнении. Большинство. Я не исключение. Я тоже нахожусь в сомнениях. Так, сберегательный банк. Сберегательный банк. Банковский сектор отлично отработал, да. То есть по месяцу банковский сектор, он должен быть в покупке. Но с учетом индекса МВБ пока тяжело об этом сказать. Кто покупал, ориентируемся все-таки на стоп чуть ниже 101.30. То есть практически 50% остался. Что у нас там с треугольничком? Мы сейчас быстренько его дорисуем и с треугольником мы вышли на недельном масштабе. Ну, пока будет вернуться, ну, если получать по классике, ну, то есть вернуться в районе чуть ниже 99-98 рублей. Возможно, ниже 100 не пойдем. Но в любом случае, да, я бы стоп, независимо от того, что поддержка, два варианта. Либо стоп ставим ниже, если мы ориентируемся на лоу-хай, ниже где-то в районе 101.30. Если мы все-таки ориентируемся, что будет заход сюда вниз и продавливать не будет, ну, тогда в районе 97 уровня стоп. Так, что нам там дневка приносит? Дневка 10 мая, они уже начали фиксаться. Ну, во-первых, весь этот рост на майские фиксации, это немножко такая спекулятивная часть, то есть принимали рынок. По статистике за последние полтора года, по статистике за эти полгода, да, любые вот эти у нас длинные выходные, да, практически мы всегда росли. А потом фиксировались. Особенно заметно это было на новогодние праздники, когда наши АДРы просто взлетели наверх, потом их догоняли. Как мы их догоняли, началась фиксация. Поэтому достаточно игра такая специфичная. Так, кто-то заходил, если не ошибаюсь, Артур заходил у Артура. Артур, у вас остался Сбербанк Пресс в шортах, да, стоп, ну, будем считать, 76-20, вы ориентировали. Если я помню, что вы, скажете, об этом писали, да, то есть по 75 вы заходили. Средняя цена, ну, где-то вы сейчас находитесь, наверное, чуть-чуть пока в убытках. Я просто не помню ваш объем, да, Артур, но пока в убытках. Мне не нравится сберегательный банк с точки зрения, давайте посмотрим, значит, Сбербанк. Полмесяца мы посмотрели, понедельник, мы понимаем, что мы видим, что на этой неделе пока, в понедельник, какая-то определенная слабость, на этот стоп мы ориентируемся, продавлять. Поддержка есть, есть, есть поддержка, но в любом случае давайте будем еще не курить. Значит, по дневному у Сбербанка поддержка в районе 101 рубля. Те, кто работает по каналам трейдера, будут заходить где-то на уровне от 100 до 101 рубля. Поэтому, Артур, с точки зрения прихов, мы сейчас посмотрим, что у нас там с этой бумагой. Поддержка будет, первая поддержка у него в районе 70, в районе 73 рублей. Дневка более такая информативная у нас получается. Заходите, те, кто работает по каналам, которые расчарчивают, именно ориентируются только на них, будут заходить в районе 72 рублей. Ну, в общем, Артур, ситуация следующая. В любом случае мы не жадничаем, да, хотя бы часть позиций, если цена идет к 73 рублям, вы, скорее всего, необходимо будет закрыть часть позиции, либо всю позицию. В любом случае, первый заход у вас, если не ошибаюсь, по 73 рубля, поэтому в любом случае надо будет забрать лейбль. Мы понимаем, да, что есть определенные сомнения с точки зрения широта. Ну, еще раз подчеркиваю, стоп 7620. Ориентируемся на этот стоп. Здесь хайк, 75, 88, 76. Теперь представляем, если у нас картина, мы уходим сильно, картина абсолютно другая становится, да. То есть уже для широтов будет страшно, и будет вынос наверх. Стопы точно будут выносить. Стопы находятся сейчас где-то на этом уровне, на котором я указал. Именно спекулятивная. Так, ВТБ сегодня отсечка. Что у нас там по ВТБ? По ВТБ, значит, мы в позиции. По ВТБ будет отсечка, ВТБ я принял решение, все-таки получить дивиденды. Кроме того, мы понимаем, что вот это IPO, СПО, которое было по ВТБ, это маленькая составляющая, лично мое мнение, подчеркиваю, маленькая составляющая часть какой-то большой игры для фонда благосостояния Азербайджан, Норвегия, Катар. Вот. Все эти данные, все эти страны завязаны и завязаны на добычу нефти и газа. Здесь что-то непросто. Это вот для именно решения по данным компаниям это достаточно специфический момент. Кроме того, обратите внимание, правопримечные покупки именно на майские праздники, когда народ разъезжается. То есть большинство трат на эти длинные выходные есть. И некоторые клиенты даже сказали, что нет, они не будут пользоваться правопримечной покупкой, хотя это маленькая. Кто-то уезжал, отдыхал на кредитные деньги, кто-то еще что-то. В общем, пока есть сомнения. И я специально позвонил банку ТБ в первые на майские дня. Они не, пока ажиотажа на реализацию правопримечной покупки нету, хотя цена очень маленькая, 41, да, и 49 копеек. Это, ну, около 20%. Ну, пока ажиотажа нет. И они сами говорят, что, скорее всего, ажиотажа не будет. Почему? Ну, трудно сказать. В любом случае ситуация достаточно с ТБ необычная. По логике должно там просто очередь должен стоять. Значит, по Ростелекому стоп. 114.70, и мы к нему возвращаемся. Ростелеком 114.70, мы защищаем прибыль, которая у нас была. Мы формировали две позиции по заходу. Поэтому ориентируемся на пробитие лоу. Если будут вниз уходить, посмотрим. Сейчас он находится, борется за лоу предыдущего дня. По неделю, но пока ничего плохого нет. Но опять мы будем лоу 115.13, ориентируясь стоп на если идет нежилол. Нежилол с точным 70. Я закрою, но самое главное, что прибыль я уже защищаю. Копейку в карман я положу. Так. Что у нас там дальше интересно? МТС. Бумага хорошая, но борется за лоу месяца. Недостаток у МТС, к сожалению, это уменьшение дивидендов. Ну, говорю с грустью, потому что это сама бумага мне нравится. Но мы уже работаем на будущее. Работаем мы на будущее с той точки зрения, что отсечка прошла, решение принято. Сейчас будем смотреть дальше, будем торговать эту бумагу уже без этого информационного поля. Кто торгует по каналам, будет заходить в районе 250 рублей. Это как раз и проторгованные уровни были. Ну, я думаю, там уже рдера стоят. 250. По дневному пока это отсечка. Ну, да, и так, по дневному 200 июня находится по 251. Ну, то есть, ориентируется, народ ориентироваться будет где-то 250. Действительно, 250-252 вполне возможно. Там будут покупки действий, не поменяется информационный фон и общая ситуация. Мы помним, да, что есть поговорка, продай в мае, уходи с рынка. Вот, пока в первые 13 дней, 13 дней мая пока это не действует, но в любом случае статистика говорит о том, что в мае коррекция. Американцы, ну, не знаю, там уже у всех на языке крутится. Пора скорректироваться, пора скорректироваться. Но, мало ли что, пора и статистика. Так, теперь поехали, пробежимся по энергетике. Энергетика, недельные графики, да, то есть, мы понимаем, что пружина у нас сжималась, она рожалась. Ну, и опять мы пока пробиваем лоб предыдущей недели, мы идем вниз, ну, пока картина особо не меняется. Но, из этого можно сделать определенный вывод, да, что для инвесторов интересный уровень, уровень вроде Рулгидов, вроде 50 копеек, 48-50 копеек, достаточно интересно его подхватывали. Подчеркиваю, это не только вынос стопов, да, это еще и были покупки. Покупки именно долгосрочные, потому что цена находится на уровне 2000, ну, кризисного уровня 2008 года. Аналогично с ССК, аналогично с Сунтерау. Здесь, в принципе, ничего не поменялось. Теперь, что у нас там еще было? Артур, Аэрофлот. Пока Аэрофлот, он зажат. То есть, ну, да, ниже броня 46, 47 рублей, интересно, будет покупать. В любом случае, ну, так, бумага более-менее так смотрится, она ничего. Единственное, что все-таки эта бумага зависит от определенных взглядов инвесторов на данный рынок, да. То есть, мы понимаем, что бумага достаточно сильно волатильна, и там нет, на мой взгляд, таких спекулятивных заходов. Поэтому на нее лучше ориентироваться именно по долгосрочному масштабу. Неделя. Ну, пока мы видим слабость, да. Ну, в любом случае, 47, 48, чуть лиже 49, я думаю, там народ будет подхватывать. Чуть-чуть, но подхватывать. Ну, Дюха, там практически, что мы смотрим в дневной шнедельной графике, практически все то же самое. Вот идет затухающая волна. То есть, по-другому, значит, кто чертит каналы, ориентируемся. То есть, мне будет 52 уровень пробивать надо, и достаточно там потом 52, 53, 54, то есть на ажиотаже вполне возможно. Ну, пока я бы ориентировался на уровень чуть ниже 50 рублей. Так, вопросики. Рост нефти взял сегодня по 242. Хорошо, Артур. Ну, напоминаю, да, стоп ориентировался, стоп у меня стоит 209, да. В любом случае, я буду двигать стоп и защищать прибыль, но это моя ситуация. Глаз статс немножко другая. Поэтому, с точки зрения стопа, если размером позиции бы все-таки не баловались, ну, по крайней мере, сейчас я на заметочку возьму, что у вас заход под 219, 42, Артур. Артур, ну, мы в скайпе, поэтому всегда можно сейчас после окончания быстренько на скайп запущу. Вот, и всегда можно будет говорить. А, вы уже добавили. Артур, молодец, поздравляю. Стоп, в любом случае, сегодня, скорее всего, если не ошибаюсь, он во вторых кит-команда, поэтому в любом случае сегодня... Ну, с кайпом уже более подробно поговорим. Так, у кого есть еще какие-то вопросы? А, я обещал маленький секрет. Маленький-маленький секрет. Секрет исключительно статистический, да? Давайте посмотрим. Маленький секрет. Есть трендовый индикатор, да? Кто его называет MACD, кто называет MACD? Я ругаюсь MACD. MACD, у него есть, значит, гистограмма, а есть линейная. Цифры абсолютно одинаковые. Вот, то есть, стандартные. Давайте обратим внимание на данную ситуацию. Сейчас я буду рисовать, что постараюсь. Этот индикатор пытается перейти в положительную зону. Ноль для данного индикатора – это точка равновесия, точка неопределенности. Никто не знает, что делать. Но этот индикатор пытается перейти в положительную зону. Ну, процентов 70 вероятность составляет, что будет импульс. Вот в данной ситуации импульс для спекулянтов, именно таких, кто только работает по этому, можно забирать. Достаточно интересно. Дальше мы обращаем внимание. Вот. Ушли в отрицательную, да? То есть, причем он получается не то, что… Ну, это вот, во-первых, не опережающий индикатор, просто он говорит, он настроенен тоже для меня. Любой индикатор – это настроение рынка. Тоже импульс мы видим. Вот. Ну, вот такой маленький секрет. Но. Теперь посмотрим, когда это не работает. Если работать именно, вот как я вам сказал, да, что мы получим то же самое. Здесь попытка была уйти вверх, да, вот. Да, импульс есть. Но, еще раз подчеркиваю, если ориентироваться на именно долгосрочное вложение, то, к сожалению, это именно забрать импульс по данной бумаге. Большая спекулятивная часть. Кстати, вот есть тема, значит, для работы в достаточном месте, да. Значит, сколько есть время за монитором. Смотрим, значит, анализируем. Так как у нас вебинар, все-таки охота на рынке, вот. Поэтому давайте охотиться. Ищем и подсказываем друг другу те ситуации, когда линейный МАКТ приближается к любой отмерке. Поэтому, начиная со следующего вебинара, пожалуйста, ну, просто информируем друг друга. В счетом того, что вы не видите, что в чате кто что пишет, я буду вас информировать. Поэтому помогаем друг другу, работаем вместе. Пока мы едины, мы непобедимы. Так, это маленький секрет я вам рассказал. На часовом масштабе. На дневном, на недельном он работает немножко чуть-чуть по-другому. Пока это для часового масштаба. Можете сами провести исследование на дневном масштабе. Поэтому, по крайней мере, я бы присмотрелся к данной конфигурации. Это не видно, что это просто какой-то волшебный грань. Нет, нет, ни в коем случае. Но, по крайней мере, я это заметил. И это будет нам помогать. Так, все, маленький секрет я уже рассказал. Задание дал. Кричащие вопросы Генка продала по 4 950 в пятницу, Татьяна. Так, 4 950 в пятницу. А вы на выдохе, да? Сейчас я посмотрю на дневку. Вы хорошо продали. Ну, хочу еще... Так, Татьяна, вы работаете со стопами или без... Так, Калужский, это МАКТ или МАКТ-дистограмма? Нет, я имел в виду именно линейную. Алексей, именно линейный МАКТ. Так, Алексей, вы меня в скайке, поэтому поговорим уже персонально. А, стопы в уме. Все, я понял, стопы в уме. Значит, Никель, Татьяна. Если ориентироваться, лучше ориентироваться на пробитие хайп идущего дня. То есть, вот я бы покупал если 4 925. Если ориентироваться на этот масштаб. Если на часовик, сейчас глянем. Пробитие 14900. Но мы видим, что настроение у участников рынка, этот уровень 1900-1920. Проходить будет достаточно тяжело. С точки зрения средних. Напоминаю, средние у меня... Именно как индикатор настроения. Кроме того, смотрим на зеркало, да. Помните, я человек говорил, когда МАКТ уходит выше нуля. Линейный МАКТ пытается выйти в положительную область. Здесь линейный МАКТ пытается выйти в отрицательную область. Поэтому, с точки зрения покупки никеля, давайте немножко подождем. Но ориентируемся еще раз. Ориентируемся на небольшую свечку, да. И пробитие хайп предыдущей свечи. Так, еще раз. Чат. Вопросы. Так, опять. На Сиди вопрос. Так. Вернемся к ГАЗПРОМу. Значит, есть индикатор линейный. Не гистограмма, вот эти столбики, да. Вот. А именно линейный. Вот у линейного МАКТа есть определенная особенность. Это как то же самое, как настроение рынка. Вот ситуация, когда этот индикатор хочет выйти в положительную область. Вот эта линия нулевая, видите? Вот, нулевая. Индикатор хочет выйти в положительную область. И достаточно часто на часовом масштабе при такой попытке возникает импульс наверх. Именно импульс. Это не значит, что вот здесь мы, будем считать, начали формировать позицию именно под этот индикатор, да, под этот сигнал. И будет дальше продолжение. Продолжение это мы видим, да, это картинка, которая уже, это уже история. Поэтому ни в коей мере не говорит, что на будущее так будет повторяться. Но вот этот импульс, при формировании позиции, да, вот этот импульс, ну, он возможен. По крайней мере, процент полтора-два на данном сигнале, ну, можно взять. Она логичная ситуация, и когда нет, не получается, не работает данная штука. То же самое, да, мы видим. МСД начинает попытка уходить, да, то есть где-то у нас формирование сигнала у нас получается где-то вот здесь. Импульс был достаточно небольшой. Он был, но он был достаточно небольшой. Поэтому если работать по, ну, будем считать, основываться на вот этом сигнале, да, желание поменять настроение на рынке, да, у трендового индикатора, мы понимаем, что первое, мы берем только импульс как спекулянты, либо мы начинаем двигать стопы. Если ситуация с господом была продолжение данного импульса, то здесь ситуация абсолютно другая. Продолжение импульса наверх до 5000, там хотя бы 4985 тысяч не было. Поэтому к этому надо в любом случае тоже относиться именно с точки зрения вероятностного подхода на рынке. Все, на этом будем заканчивать. Еще вопросы есть? Так, больше вопросов нет. Все, тогда, значит, будем заканчиваться. Будем заканчивать. Вот, если у вас есть вопросы, вот моя почта, д.остатенко-собака-брокер-кф.ру. Если у вас вопросы возникли в течение дня, тоже пишите. Почта моя есть. Кто к скайпе, сейчас мы зайдем, пообщаемся. То есть, все, всем до свидания, всего доброго и удачной охоты на рынке. До завтра. Продолжение следует...